всем привет и добрый вечер или добрый день я не знаю кого какое время суток в общем сегодня у нас принимает нашей работе вот такой вот споттер волна 1200 продавец сайт don 220.ru интернет магазинчик переходите по вот этой ссылочке ссылку я оставлю в описании и рассматривайте ценовую политику комплектации все остальное прочее все что есть про этот споттер волна 1200 данный споттер является трансформаторного типа да то есть старые с технологией прошлого века но зато надежно и проверено временем трансформатор обмотаны медиа все остальное прочее электроника ну электроника скорее всего уже на современных китайских элементах других по камень у нас уже давно давно нету а собирается он непосредственно в городе ростове опять же я не буду рассказывать историю чтобы вам не наврать переходите по ссылочке там в описании где-нибудь подсказочка еще тут вылезет и сами внимательно на сайте почитайте кто его делает когда его делать и почему продается единственно что могу сказать волна 1200 подразумевает что у нее у этого споттера ток 1200 ампер есть задержка перед импульсом есть регулятор самого длительности импульса рабочего есть лампочка перегрева есть лампочка сети два регулятора непосредственно мы задержки непосредственно длительно самого импульса то есть мощность вот кратенькое все что еще можно сказать ну по весу 14 там чем-то килограммов по размеру ну видеть 250 300 ну на 200 наверно но опять же размеры кому надо с точностью до миллиметра прочитайте на сайте рабочие шланги по 50 квадратных миллиметров сечением вот что еще можно показать но и вроде все он закрыт и запломбирована я его счет не открывал поэтому что внутри не знаю и рассказывать не будет включаем и поехали сегодня в работе у нас крышка багажника автомобиля вас 210705 ну неважно я но есть пара вмятинок здесь пара мятинок тут и вот там еще уголок поработаем то есть работа небольшая но глубокие кризис или как от мятинки довольно острые короче я здесь немножко поработаю вы посмотрите ну вот принципе вмятинка и убрана ну вот допустим здесь у нас нетронутая поверхность вот мы берем шпателек и вот он у нас откатывается по этой поверхности видно да радиус работает и здесь в принципе у нас остается то же самое а вот тут немножко острее то есть мы да вот здесь у нас получается плоско здесь плоско здесь вот видите относительно плоско а вот в этом месте я немножко перетянул видите вот она перетянул то есть вот тут пару точек надо нагреть и посадить в обратную для того чтобы сделать термическую посадку растянутого металла все делается просто снимаем наконечник упор делается это простенько буквально одним движением вот он раз и снялся и сюда на наконечник одеваем на приварной наконечник одеваем просто-напросто медный наконечник все готово так как у нас здесь я не сильно вытянутый металл а немножечко да то в принципе на тех же самых режимах которыми мы приваривали на этих же самых режимах будем осаживать металл что мы делаем притуляем придавливаем проходит импульс короткий металл разогревается и чуть-чуть дает усадочку смотрим вот еще точечка да вот сразу после импульса металл горячий но он тут же остывает площадью капота огромное он забирает на себя ну вот она принципе и все что так вот получилось ровненько красивенько и плавночко вот тут еще немножечко работаем то есть вот такими микро воздействиями потянули глубокий криз а потом растянутый металл посадили обратно здесь я ну здесь все нормально все это вмятина готова с ней больше ничего делать не надо чуть-чуть шпаклянуть или нанести толстый слой грунта и будет красиво ну давайте на другом конце капота еще точно такая же есть царапина устраняем переворачиваем крышку багажника ребят крышку багажника я опять запутался я опять заговорил ну за много-много лет привык капотом это называть оказывается все это время я говорил неправильно оказывается все время это я говорил неправильно но вы уж меня извините будем пытаться выучиться исправиться ну вот ребят крышка багажника мы перевернули значит вот здесь я удал был был удар его завернула и здесь получилось наоборот не вмятина а выпуклости я их молоточком застучал но на ощупь они все равно еще выступают остренькие сейчас тоже их надо термически чуть-чуть металл посадить а то он растянулся да такая шишка вот теперь его надо засадить обратно опять же потянуто было не сильно поэтому делаем все на минимальных настройках скажем так сейчас покажу у аппарата есть переключатель режимов сварка и прогрев когда переключаем на прогрев там я не знаю раз в 5 наверно дольше начинает идти тот же самый импульс ну и в опять же его подбираем потом дальше но это металл разогревается в этих режимах можно разогреть его до красна то есть грубая термообработка и так далее так мы про я продолжаю сейчас осаживать металл медным наконечником в режиме сварки на минимальных импульсах то есть то есть металл не успевает у нас даже покраснеть он сверху нагревается а снизу скорее всего даже нету нагревается в зоне контакта электрода переходное сопротивление туда-сюда верхний слой металл нагревается нижний остается холодным и металл натягивается и проваливается сейчас попробую показать еще раз ну вот уже то тут аж как хлопунчик образовывался сейчас моего не металл натянули немножечко есть ну и вот тут тоже обусилитель растянулся металл ну вот все шишечка у нас в принципе ушла еще можно немножечко то есть настолько незначительное воздействие что как видите да металл даже не успевает нагреться цвета побежалости и так далее но повторяю это когда незначительные повреждения на более крутых грубых складках там иногда приходится как и на разогревать до красна как будто мы работаем с газом ну не в данной ситуации ну вот на крышке багажника есть точно такая же трещин как как с той стороны и сейчас мы ее тоже попробуем немножечко поднять буквально чуть-чуть тут и ну вот что мы с вами имеем вернее то что я понаделал да ну а тут немножко был грязный контакт поэтому была из искорка но это поверху тут немножко сажи накидала не страшно но маленький вопрос по комплектации это клемма массы ну в принципе они одинаковые оба конца любой из них может быть массой в зависимости от работы вот в комплекте есть приварная масса ей можно клещики прикупите на сайте которые будут зажимать да и все остальное прочее но если у вас напряг деньгами вот показываю обычная слесарная или столярная струбцинка ставим и зажимаем все контакт у нас есть токи у нас небольшие этого вполне достаточно теперь будем работать над вот этим краем токи у нас есть и и вот кстати мой интересный момент это всего-напсего оторвался кончик когда у вас правильно настроенный споттер вот эти вот точечки металла они отрываются и остаются на приварном наконечнике и со временем тут такая гуля растет 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 ну вот ее как бы остатки еще видно да и в какой-то момент это гуля отрывается вот она если у вас вот такая штучка здесь носик вырастает острие значит споттер настроен правильно металл у вас не горит приварка идет хорошо но эта штучка вот приварилась да но это можно еще зубильцем стукнуть или каким-то абразивчиком спилить вот такой вот столбик да вот в таком освещении его хорошо видно то есть это вот пакет из вот этих вот точечка 1 к 1 припрессовываться и вот такая штука выходит прикольно вот так вот вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот в принципе у нас такая красота и получилась Кстати ребят, многие оказывается не знают что такое полиамидные кружочки Под комментариями к прошлому ролику меня обвинили в том, что я абразивом стесал металл и там фольга осталась Ребят, я работал полиамидным кругом, я его в кадре хорошо показывал Это мягкий абразив, полиамидный абразивный круг, набирайте это в гугле, в яндексе, не важно где Вам выдаст их розовые, синенькие, черненькие, разные образцы, даже желтенькие уже начали появляться Это мягкий абразив Вот видите под палец, смотрите Мягкий абразив Пластик Он, значит у него, самое главное его преимущество какое Он стирает краску, стирает грунтовки, стирает шпаклевки, упирается в металл и только его полирует На нем остается вот рисочки, да, как голограммы на CD диске Но металл он вообще не трет, хоть полдня трите, вы его просто прогреете, но металл от этого не стирается Эти вещи специально для этого были сделаны Вообще они сделаны изначально были для снятия ржавчины Но так как они справляются ржавчиной, с краской они тем более справляются И уже много-много лет люди их используют Но некоторые еще не знают, поэтому пишут в комментариях, что я стесал там металл туда-сюда Глупости, ребят, набирайте в Яндексе полиамидные абразивные круги И много-много вам их выдаст И фитовские, и 3Мовские, и еще там, короче, разных фирм От самых дешевых до дорогих Вот такие дела Ну и на этом, пожалуй, ребята, все у нас, да, на сегодня Капот с вами отрихтовали Ну верни как, я рихтовал, вы смотрели Поэтому очень часто у меня в роликах проскакивают мы, мы, мы Я работаю, вы смотрите И я это все во множественном числе потом говорю, что мы это все делаем вместе Так, дальше, значит, с капотом мы управились И сегодня нам в этом помогал Трансформаторный сполтер, волна 1200 Это у нас произведено в России, в Ростове, Юг, прибор и так далее Все реквизиты Ну, в общем, ссылочку на сайт я вам оставлю Гарантийный талон, волна 1200 Серийный номер, печать продавца, все дела Так Ну, это еще свежий аппарат, вы видите, 27 февраля 2019 года Ладно То есть вот такая штучка, красивая, симпатичная Кому понравилось, переходим по ссылочкам Смотрим Входите Вот он сайт, я еще ссылочку плюс оставлю Ну, я говорил, где-нибудь тут будет Вот, значит, вкратце все То есть то, на что способен аппарат Выглянули, да, в сядящем режиме Замечательно работает Работали на минимальных настройках Вот, видите Минимальные настройки в режиме Приваривали и рихтовали Обсадку медным электродом Делали на минимальных настройках Вот То есть у нас еще, видите, почти полный круг остался в запасе Что он будет делать на тех режимах, я, ребята, не знаю Пока мест работы для этого не было Так что приобрести аппараты можно там А научиться правильно и хорошо работать Переходим на канал Андрея Бищенкова Ссылочка тоже будет или внизу там в описании Или где-то вот тут вот сейчас выплавит, да Переходим на канал Андрея У него есть споттерные работы, плейлист Смотрим там Вообще надо смотреть вот все ролики Там во многих есть работы споттером Я лично учился у него Когда еще лет 10 назад это все только-только начиналось Информации было ноль Андрей уже работал с споттерами фирмы Пилот Кстати, их тоже можно посмотреть И там у него есть ссылки на покупку и так далее Да, там сайт, все остальное, интернет-магазин Смотрите Андрея Учитесь у него работать всем приемом Вот этим вот Работа споттером Это у Андрея Не у меня Ребята, я просто у себя работаю под навесиком Вот он мой навесик Вот мой сарайчик Вот мой навесик Под открытым небом Под грушей То есть я показываю на своем канале То, что можно сделать Под навесом возле груши А у Андрея все на высоком профессиональном уровне Переходим к нему Смотрим Спрашиваем Задаем ему вопросы Так что Андрей, огромный тебе привет Гриша, тоже большой привет Спасибо за аппарат За предоставленный аппарат Классно работает Мне понравился На этом всем-всем вот такой большой привет Всем мастерам Кузяного ремонта Тоже огромнейший привет Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok